приветствую вас владимир владимир хиллер канал сегодня хочу такую интересную историю рассказать когда вы рассказывали интересные истории ну да ладно в общем это то время я как сейчас помню 11 ноября 2011 года это я еще на то время жил в подмосковье и учился поступил но я медитировал учился захотел людям помогать медицинский колледж при университете московский медицинский комик колледж комикс колледж номер три первого новогиреева улица зеленая то в той стороне вот и очень понравилась учеба вообще прям профессор шароборов александр дмитриевич от благодарен вам он когда говорил по анатомии у меня образы картинки рождались то есть мне даже не надо было учить что-то он был очень суровый требовательный человек у него там люди почти сознание теряли у доски ну как почти бледнели вот так вот и мне один раз посчастливилось журнал открыть я посмотрел оценки смотрю мне везде пятерки ставила я на уроке он общался ему там добавлял он паузу делал я говорил что надо сказать ну как что продолжить я думал типа ему не нравлюсь туда-сюда вот а потом смотрю там одни пятерки прикольно чехов тоже был классный классный преподаватель вообще обалденный ну давайте к сути был такой момент физкультура у меня везде пятерки были действительно кроме фармакологии я был таким ярым пропагандистом того что можно растительной медициной все лечить и что не обязательно по всякому там чиху пыху людям там уколы прописывать антибиотики под нож класть а там был это профилирующий предмет и мы были немного скоток преподаватель его так звали по фармакологии немного недопонимали друг друга вот поэтому мне предложили по физкультуре но я везде там на отлично учился что вот давай на физкультуру на олимпиаду пойдешь толкание ядра среди медицинских учреждений а там были университеты и военные университеты и вообще ну и колледжи ну все учебные заведения то есть университеты колледжи там еще там 5 10 не только там колледжи были там мои ровесники и я такой вот так давайте там как раз был день такой одна фармакология была и мне сказали что поможем тебе по фармакологии такой вообще класс я утром просыпаюсь спокойно понимаю что я сегодня пойду там куда-то ядра толкать а я никогда в жизни не толкал да я кидал снежки снежки мячики кидал камни кидал на крыше 9 этажек 12 этажек всегда понимал что да у меня классно да один раз ташкенте я ядро толкнул и там парень тренировался с тренером и мне так интересно было он будет можешь подать ядро и я такой взял и толкнул его но не кинул а толкнул и тренер такой смотрит и говорит своим подопечным вот так вот так надо толкать и я тогда уже понимал что у меня какая-то сила в руках такая недюжинная присутствует и очень еду я на олимпиаду оделся по спортивному а знаете когда ты ездишь куда-то там в учебное заведение ты всегда как-то одеваешься там учеба знания там туда-сюда 5 10 а то ты ешь на физкультуру там я на электричке ездил в москву в общем едешь у тебя там трико кроссовки ну в общем такой знаешь свой пацан с района еду такой смотрю налегке все так классно договорились встретиться в каком-то месте захожу метро доезжаю смотрю там все наши колледжи это мне на тот момент 22 23 года было а там 17 18 лет было людям там кому-то до 16 не 16 не знаю ну короче где-то 17 18 было 20 там один только был мужчина где-то под 40 было ну там в моей группе тоже были взрослые люди но 80 70 процентов 80 где-то так до 8 до 20 лет в общем были и мы приходим туда я думаю там мелкие все будут там типа чё там типа как прихожу а там такие гориллы я говорю а что это но я думал просто там толкнуть едру они говорят а это среди всех медицинских учреждений то есть это и университеты институты то есть я говорил но еще как бы к истории ближе повторю и я такой думаю блин зачем я сюда пришел там типа сейчас толкну опозорюсь там такие кинг-конге там рядом двухметровые шкафы были потом я так между делом сижу там все разминаются там толкание ядер там еще какие-то были эти знаете эти соревнования там фехтования прыжки в длину там прыжки в мешке а мне именно на толкание ядра записали никого не было медколледжа кто мог бы это сделать то есть мне приятно было только даже но не только из-за этого ехать и я такой думаю блин ну конечно я вписался сейчас позориться потом возвращаться в колледж и вот это посидел еще краем уху услышал что там и мастера есть и кандидаты мастера спортов там по единоборствам по толканию ядер по метанию копии в общем по легкой атлетике я сижу думаю ну конечно это в моем стиле вписаться в какую-то движуху в какой-то движ такой где ты там по только по ходу будешь но раздупляться что тебе надо делать и я такой сижу там у подоконника там с кем-то общаюсь уже на тот момент я уже понимал да что мне предстоит в армию пойти и очень без никаких потом ожиданий знаете пришел что типа этом покорил кого-то как вы знаете обычно мозг рисует какие-то сюжеты что ты там куда-то придешь ты вау крутой гений гений пришел узнать как это сублимация происходит компенсатор с к этому что вот где-то тебя не дохвалили в твоем мышлении в твоем картине там сети аплодируют все хотят вы честь там самолеты назвать теплоходы дома детей в общем у меня вообще такого не было я просто сидел на подоконнике и реально вот как это сейчас говоря состояние дзен такое мне вообще было по барабану по большему счету я просто знал что я пришел я приеду домой пораньше я смогу заниматься своими любимыми делами побольше вот и вообще даже не думал о толкании ни о чем просто толканье толканье потом там степаненко степаненко моя фамилия степаненко ко мне подбегают и говорят твоя очередь толкать твоя очередь толкать там уже где-то эти толкнули люди давай твоя а там где-то человек 60 было ну реально толкали ядра такие хорошие ядра и я такой подхожу и там знаете как как в армию приходишь или но в класс новенький все там у тебя смотрят вроде типа не смотрят но на самом деле смотрят вот и я такой подхожу беру такие руки холодные сначала были а потом я такой думаю да блин болот ну хикини все и у меня резко стало тепло внутри в руках тепло стало и я раз кинул ядро 2 кинул ядро смотрю она у меня летит вообще четко вот реально я по большому счету и мало готовился мы просто с тренером там на заднем дворе училище покидали ну колледж колледж не птв а колледж в общем медицинского колледжа покидали ядра и я такой первого скинул смотрю на далеко улетел я такую ну когда еще дальше 2 раз кинул смотрю ну еще дальше улетел и я третий раз так пульнул его я не знал я не смотрел я не анализировал ни этих людей не как они далеко кинули я просто пришел так первое ядро кинул второе толкнулся еще дальше кинул и 3 еще дальше чем 2 и сел обратно на подоконник там с каким-то парнем разобщались начали говорить он тоже в общем в армию собирался ему начались им про армию говорить ну как обычно мужские разговоры о чем же нам еще рассказывать друг другу и в общем сижу просто жду пока все это мероприятие закончится чтобы пойти в метро в электричка и поехать домой и там степаненко степаненко я такой услышал микрофон уже орут объявляют может ну однофамилец не знаю что и тут ко мне подбегает физрук с такими глазами как тебя зовут тебя зовут и я говорю куда он говорит ты второе место занял представляешь где тут будет было пять мастеров но по по единоборствам по толканию по легкой атлетике а я второе место занял и в общем год иди и тебе медаль дадут медальку тебе дадут и я такой иду думаю ну может прикол какой-то такой давно ладно и иду такой смотрю все на меня смотрят аплодируют так приятно было там парень уже на третьем месте стоял такое такая горилла шкафчик стоял я на второе захожу место и парень на первое и там говорят с отрывом вот я сейчас говорю меня с мурашки с отрывом 8 сантиметров победил там какой-то там ну допустим иванов соколов там петренко там ну неважно просто какой-то парень на 8 он там мастер спорта по по велику по ну короче по всему только можно и я такой думаю обалдеть никогда в жизни но не занимался этим просто пришел без какой-то задней мысли без мечты и там какой-то что там покорить всех показать какой крутой типа вот смотрите все на меня какие у меня эти трико в обтяжку какой спортивный просто пришел взял один раз столкнул второе столкнул третье столкнул и сел также на подоконник как и сидел а тут меня зовут и тренер такой говорит это впервые за историю колледжа такое произошло на этом событии это было в москве московское соревнование и этот ну по всей москве и там были реально такие люди прям вот первый раз я увидел это вот это да гориллы и потом я займем второе место и я до сих пор это все запомнил у меня остались фотографии но сама медали естественно но самое важное мне осталось воспоминания и вообще понимание понятия как это все произошло что произошло произошло следующее у меня не было никаких ожиданий я не идеализировал никакие процессы я там не мастурбировал на какие-то свои мысли образа я их там ну знаете не не думал что вот я сейчас кого-то покорю люди будут у меня там ну знаете заслужить любовь какими-то способами я просто пришел и сделал мне она с детства нравилось я взял толкнул там силу этот на подоконник и дальше сидел вообще никакой не было там никакой стратегии никакой мысли просто пришел взял и сделал вот и я после этого прямо действительно очень обалдел это вот был 2012 год нет это был 2011 года и я вот после этого прямо обалдел понял что вот эти все стратегии думай богатей напрягайся и суетись шевелись то есть они до имеют место быть но с некоторыми людьми они могут и по-другому быть то есть кому-то наоборот и не нужны вот эти думы быстрее богатей там торопись напрягайся и этот изворачивайся просто вот взял и сделал то есть знаете вот когда я мою чашку я думаю чашки вот на самом деле это попсовые все изречения но у меня в тот момент никаких мыслей не было никаких ожиданий я просто взял ядро и толкнул вот я опять говорю мне аж мурашки идут вот а потом меня зовут и говорят и второе место занял мурашки опять и награждают первого парня золотую медаль ему дают говорят с отрывом восемь сантиметров я такой подумал бал обалдеть но я на 8 сантиметр только меньше кинул чем первое место хотя я просто ну взял 5 расскажу и просто толкнул просто это сделал без мысли без ожидания вот как некоторые люди хотят бизнес делать они строят себе мысли в голове то есть обязательно чтобы был дом чтобы там умница жена чтобы домработница машина туда-сюда и вот у них вот такой бэкграунд что должно быть вот и когда что-то не происходит по их ожиданиям то есть я на первом уровне проходят с от година прочитайте вот здесь будет книжка вот они все падают потому что ну не так оно произошло а когда вот ты делаешь любимое дело то что тебе нравится по душе по кайфу да как еще говорят и ты это делаешь потому что но на те нравится ты его не можешь не делать тебе нравится но и все без всяких вот этих крутых цитат и там уже не важно мне реально было неважно там я принял то что я опозорюсь если я опозорюсь там я знаю что не не займу какое-то место но и не займу зато я в удовольствие покидаю потолка и ядра вот в итоге я занял второе место с отрывом всего лишь на 8 сантиметров выступил там мастером спорта первое место то же самое и с бизнесом со всеми делами то есть когда она тебе нравится у тебя все получается когда ты вот начинаешь себя там мысли строить первое место золотые медали там квартира как это домик у моря и морю море удачи и дачу море вот это когда ты себя желаешь у тебя не происходит у тебя руки опускаются ты грустишь что все не так тебе нужно еще дополнительная доза мотивации тебе там еще но просто ну так это живем то есть первая яма вторая яма то есть вот такие знаете подъем спуск подъем спуск и вот очень сложно когда не твоя мечта не твое дело и ты сталкиваешься с какими-то провалами то есть они болезненно воспринимаются а вот когда ты просто по душе что-то делаешь там ну да период застоя период паузы ну у кого их не бывает у меня они тоже бывают то есть но я в это время у меня есть такое принятие я понимаю что да я это время могу посвятить а семье б отдыху в книжку почитать сходить психотерапевту сходить к целителю сходить человеком пообщаться какую-то новую инфу усвоить а потом то я знаю что будет подъем его когда я был в этом в яме я вот занимался обучением я смогу людям это объяснить и быть полезным надеюсь вы все поняли вы все поняли я сам до сих пор это все помню надеюсь это воспоминание на всю жизнь потому что но я очень рад что она так произошло я очень благодарен медицинскому колледже очень благодарен толканию ядром физрукам всем благодарен вот уж говорю между душе такое тепло подымается благодарю за такой чудесный опыт мне очень это понравилось очень рад что я это рассказал потому что я это еще хотел давно сделать в этом году я решил делиться с тем что мне нравится и что мне интересно поэтому благодарю вам до встречи